Когда речь заходит о визуальных эффектах и анимации, сразу вспоминается легенда — Adobe After Effects. Но есть и альтернативы. Сегодня все наше внимание такому онлайн-инструменту, как Пикимов. Говорят, он может полностью заменить профессиональные решения. Ну, по крайней мере, он обладает схожим функционалом, при этом полностью бесплатный и даже не требует регистрации, что делает его очень доступным для пользователей. А еще он локально обрабатывает данные без загрузки на сервер. Открывается Пикимов прямо в браузере. Встречает нас описание всех его преимуществ — онлайн-решения, возможность работать с множеством типов файлов и, конечно, безопасность — локальная обработка данных. Кстати, забавно, в списке преимуществ без искусственного интеллекта. Да, сейчас его отсутствие — действительно отличительная черта. Доступен этот инструмент без регистрации, поэтому просто нажимаем кнопку и все. И вот здесь, перед созданием проекта, сразу ждут новости обновлений и небольшое разочарование. Ограниченная бета-версия. Максимальная продолжительность видео — 10 минут. И лимит по разрешению. Для того, чтобы посмотреть возможности Пикимов, этого, конечно, достаточно, поэтому давайте создадим новый проект. Выбираем, каким он будет от разрешения до продолжительности, но помним про лимиты бета-версии. И попадаем в интерфейс самой программы. Симпатично, привычно и довольно понятно. Очень быстро посмотрим базовые возможности. Попробуем задать примитивную анимацию изображения. Доступно и изменение позиции, и вращение, и увеличение. Попробуем чуть изменить расположение и размер изображения. Попробуем чуть изменить расположение. Далее посмотрим, как работает Пикимов со слоями. Можно добавить слой. Дублировать его. Добавляем еще один слой. Есть возможность менять их местами. Ну и дублировать всю композицию целиком. Сначала создаем копию, а потом можем перенести ее в рабочую область. Посмотрим, читает ли он другие форматы. В папке импорта очень большое разнообразие. Пайл GLB загрузился без проблем, можно с ним работать. Также можно добавить текст и настроить цвет фона вашего проекта. Последнее, что хотелось бы показать, это работа с наложением видео. Во-первых, вы можете немного редактировать видео, вырезая, например, фрагменты. Добавляем второе видео, и в разделе Blend Mode можно выбрать несколько вариантов наложения. Созданный проект вы можете сохранить, Pekimov дает такую возможность, а также экспортировать в нескольких вариантах. Pekimov довольно интересное решение, которое подкупает своей доступностью. Да, конечно, полноценным аналогом Adobe After Effects назвать его на данном этапе, наверное, все-таки будет некорректно. Но при этом выполнить какие-нибудь несложные задачи, добавить страницу в закладки и подписаться на новости разработчиков, почему бы и нет. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok